В данном видеоролике проходит конкурс на контейнер. Все, что вам нужно сделать, это поставить лайк данному видеоролику, подписаться на канал, а также указать свой никнейм в комментарии под данный видеоролик. Победителя я выберу случайным образом и оглашу в следующем видеоролике. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня я подобрал для вас такую вот нарезочку, можно так сказать, интересных всяких нагибаторских фрагментов по нашему джиггернауту. Решил я сделать по данному режиму отдельный видеоролик после всех тех обновлений, которые произошли у нас сейчас в игре. Как вы знаете, я записывал уже один видеоролик по поводу именно-таки данного режима после выхода наших овердрайвов, то, что реально невозможно было играть данный режим, то, что джиггер страдает, то, что он не наносит колоссально большого урона, его быстро сливают, и то, что простые обычные танки намного больше пользы приносят в данном режиме. И по сути, после вчерашнего обновления, да, ничего сильно не изменилось. Да, джиггернауту добавили лучшую аптечку, откидывающий именно-таки овердрайв, который более правильно, наверное, таки работает. Но, в общем и целом, как только у ребят появляются овердрайвы, джиггернаут все так же продолжает страдать, все так же он не является каким-то таким сверхуникальным танком, и все равно проблема имеется в количестве здоровья данного именно-таки танка. Я, как и в изначальном своем решении, вообще в видеоролике, говорил то, что данное количество ХП является чересчур маленьким для джиггернаута, и хотя бы нужно его приближать к 50к, ну, может, 40 там тысяч добавить. То есть, условно говоря, этот танк должен намного быть прочнее, чем он является сейчас, потому что все равно при любом раскладе, при овердрайвах того же Викинга, да, если даже его все равно понерфили, все равно джиггернаут страдает, все равно он не так сильно нагибает, да. Вот, условно говоря, вы видите то, что изначально катка где-то вот при первой, наверное, 2 минуты, пока у ребят не имеется овердрайва, на джиггернауте реально можно нагибать. Вы видите, как спокойно у меня получается делать киллы, 15 я уже, в принципе, настрелял, но потом, как только у ребят начинают появляться овердрайва, джиггернаут начинает просто неистово сливаться, и любой, кто его после уже меня будет брать, да, я запикился в катку именно-таки первым, у меня получалось его забирать довольно-таки быстро, не может уже сделать того, что я мог делать, да, то есть, условно говоря, вытянуть там 20-ку первую, 30-ку. Я максимально объективно и максимально четко пытался отыгрывать, вот прям вот делать, я не знаю, ну, лучшую игру на джаггере, дабы сделать как можно больше киллов, но все равно все эти катки приводят к тому, что рано или поздно джиггернаут начинает получать вот такие вот бомбы, начинает натыкаться на викингов. Вот сейчас вы видите, да, у меня в катке 28 киллов. Я забираю джиггернаут, и вы просто сейчас увидите, насколько быстро заберут меня здесь, и то, что вот эти овердрайвы, ну, они вынуждают, чтобы у вас было намного больше хп, больше хп, больше каких-то интересных движений все равно должен придумывать танк, потому что он является уникальным, уникальный режим с уникальным танком, он не должен просто вот так вот браться и сливаться просто вот ни обо что, ну, ну, серьезно, ну, один овердрайв, и все, и вас ничего не может спасти. Любая малейшая бомба вас взрывает, любой викинг, который захочет просто заехать, условно говоря, со спины с громом, накидать урон, он уже нанесет очень большое количество урона, и все равно вы уйдете нарез. Вы не сможете ничего сделать, вы не сможете каким-то образом что-то противопоставить ему, вы не сможете там даже, даже за счет этого овердрайва, условно говоря, вы не сможете его сильно там оттолкнуть, вы не сможете там быстро понагибать. Да, я, условно говоря, я согласен с тем, что сейчас аптечка вылечивает полный хп, это круто, это реально круто, это достойно, да, но это не меняет тот факт, что хп все равно мало. Все равно мало хп, и все равно надо с этим что-то делать. Надо пробовать еще поднимать хпшку. Возможно, если разработчики игры не хотят этого делать, тогда надо пытаться все равно как-то балансить именно таки режим в плане то ли понижения каких-то овердрайвов. Но сегодня, на сегодняшний именно таки день, викинг уже понерфлен, уже понерфлен данный овердрайв. Харек, окей, он также наносит большое колоссальное количество урона, но его здесь как бы, ну, в данном режиме приписывать не к чему. Бомба, бомба хороший урон наносит, и понижать бомбу тоже как бы глупо. Поэтому у меня в голове имеется только одна объективно правильная, наверное, мысль, которая была у меня и до ввода данного обновления, это, конечно же, повышать урон джиггернауту. Я не вижу реально проблемы, я не вижу проблемы сделать данный танк намного прочнее, сделать ему больше здоровья, и за счет этого режим станет намного-таки уникальнее и интереснее. Вы помните, как раньше, когда только-только появился данный режим, как по кайфу было всем играть в нем? Вы, если играли именно-таки на джиггернауте, вы реально играли на уникальном танке, который мог наносить большое количество урона противнику, при этом долго держать хп, если играть еще правильно на нем, то вы могли постоянно жить. Вас не уничтожали за минуту, вас не убивали из-за каких-то там овердрайвов и не было никаких там, условно говоря, бомб, которые могли вас просто быстро взять и слить. У вас не было никаких проблем в этом плане. Но сейчас режим явно нуждается в корректировках, в изменениях, и я надеюсь, что разработчики игры вообще интересуются данным режимом. Им интересно, чтобы матчмейкинг и вообще данный режим, именно-таки режим джиггернаута, стал более эффективным и более интересным, потому что я замечаю, что в последнее время в данном режиме играет все меньше и меньше людей, меньше интересных движений появляется именно-таки вокруг данного режима, потому что он становится чересчур примитивным, танк, который должен быть уникальным, перестает быть им уникальным. И даже если ссылаясь на мнение, например, того же King of TP, да, Тёмика, Ветиса, с которым я постоянно играю, ребята, которые постоянно обожали, просто обожали. Да я и сам скажу, что я был сторонником данного режима, когда он только вышел, мне очень он нравился, и где-то недели 2-3 я просто безвылазно играл только джиггернаута, потому что это было круто, это было интересно, это был достойный режим, там, где уникальный танк мог держать ХП, а не сливаться просто от малейшего овера, там, Викинга, либо же просто от противника, который спокойнейшим образом может вас просто взять и слить. И ребята также сейчас говорят то, что ХП мало, мы уже даже не играем в этот джиггернаут, нам не интересен он. Я думаю, что с этим нужно что-то делать, нельзя оставлять режим вот именно таким, какой он является сейчас, нужно пытаться сделать из него тот режим, который присущий, наверное, данному формату, танк должен держать ХП, должен нагибать, и если вы считаете, что моё, наверное, таки мнение и позиция правильно, можете по этому поводу отписать в комментарии, и написать вообще, что вы думаете по этому поводу, нравится ли вам данный режим, раньше ли вы играли в него, если играли, то почему сейчас, например, не играете, играете по своим каким-то причинам, либо же вы считаете, что так же, как и я, то, что данный режим именно таки стал менее уникальным, после того, как появились именно такие проблемы с ХП джиггернаутом, потому что, ну, я объективно не вижу больше никакой другой причины. Да, сейчас вот добавили овердрайву, фулл ХП, да, это хорошо, что он лечит сейчас полный танк, но даже это не спасает, даже этот факт не спасает того, что джиггернаут может жить. Он не живёт, он страдает, он страдает, и всё продолжается по той же накатанной схеме, и я не вижу серьёзно объективных, интересных движений вокруг данного режима, после того, как в катках появляются только-только овердрайвы. Да, условно говоря, вы можете зайти с 7 минут до 5, поиграть комфортно на джаггере, но если у вас хороший ПК быстро прогружается всё, вы можете быстро его забрать, понагибать, по УПшечку понабивать, а дальше вы можете просто выходить с карты и грузиться на новую, потому что дальше играть нету смысла. Дальше джиггернаут это не уникальный танк, а это танк, который только постоянно страдает, но никаким образом вообще не нагибает. Я думаю, что вы поняли мою идею, джиггернаут нужно менять, напишите своё мнение, что вы думаете по этому поводу, нравится ли вам вообще данный режим, играете ли вы его, что вы думаете вообще по всему этому поводу, но с вами был мистер Ванька, спасибо, ребят, за просмотр данного видеоролика, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok